Так, Пабло Глазвин, так, весной заказывал у вас сегодня абрикосов, сейчас хочу поделиться результатом, делал прививки 14 апреля 2001 года, это значит, недавно, на поросе сливы, внимание, важнейшая тема, слушайте, ведь как совпало, яблони груша, слива, абрикос, целая тема получилась, ой, как вы меня выручили, так, итак, поросе сливы, не было подвоя, напоминаю, что такое поросе сливы, это корневые отводки, они взрослые, с одной стороны, так, а с другой стороны, держанный рост, плюс на минус, ну, всё, мы это проходили, Амур дал метровый прирост, много бакофеточек на одной прививке, также получилось привить серофим, королевский, дар небес, ассорти крупноплодных, это значит, неизвестно, что я там насувал, ну, крупноплодные, крупноплодные, заряжал на сливу, и имел бы ваш подарок на Антоновку, вот я и написал, добрый путь, короче, смотрите, у него будет впереди та же самая проблема, я на всех случаях чуть-чуть расширю эту тему, ну, пониже, а то как-то неудобно, уже вроде говорили, а я знаю, что сегодня несколько человек впервые, они спрашивали, как это, они мне вопросы, я отправляю на вебинар, ну, посмотрите, каждому вот это рассказать, так, следующее, это Троценко, это мой, как, ой, такой самый серьёзный ученик, ой, какой он, ну, в смысле, какое он, слово, ну, да, это у меня, оно прилипло после, после, после того, как я однажды услышал анекдот, это когда судья спрашивает, муж говорил, судья спрашивает, у человека раньше разводили посуду, вот, почему разводите с женой, она мне говорит, ну, да, да, а приведите пример, на улице Первомай, музыка, му, это самое, толпа народу, праздник у всех, а она выбросил, 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 вот она нудная, так вот, я не то слово сказал, Павел Троценко очень дотошный, и смотрите, он мне пишет, у вас есть, он написал мне письмо, он написал, я отвечаю, мог бы и позвонить, не было бы тогда этого разговора, у вас есть статья, самый быстрый, самый и быстрый дешёвый способ создания сада, где вы советуете выращивать семени подвои и привои, по-моему, выращивание привоев, это ошибка, как с точки зрения, так и результата, дешевле и легче вырастить подвои, а потом купить семенков, вот, и тут получается так, вроде бы я халтурщик или не халтурщик, смотрите, хороший год у меня этих семян, помните, я хвастался столько, что, даже, я даже сам не верю, в каких тысячах идёт речь, и получалось так, что, вот, косточки смонжёрся или сынаря манжёрся, они сами по себе уже, у них дикари далеко, но хочется иметь, вот, а посадишь, а у него, может, морозной кисти не хватит, ну, не хватит и всё, я придумал промежуточный способ, но я не знаю, например, посадил я 10 манжёрцев, ну, и прекрасно, вот, допустим, они зашли, и ещё растут себе, вот, это уже гарантия какая-то, подвои, морозной ки готовы, и они уже частично или полностью срощены, не срощены, а, как бы сказать, являются одной кровью с привоями, хотя, какие бы они были роскошные, но они низк поколений выросли до подвои, а какие из них косточки дадут, то есть, плоды, королевские, помните, эти самые, красота необыкновенная, ну, вот этот поближести, нет, давайте по порядку, вот, королевские, академик эти, ой, какие крупные плоды за 100 грамм, и вот, получается, никакой гарантии же нету, то есть, он считает, что раз я не даю гарантии, это ошибка, но мы с вами, уже был специальный разговор, эти же дамы, эти березовики нас на это навели, обвиняли меня, ну, как, они сказали, я мошенник, и написали, это мошенничество, понимаете, должны вырасти дикарей, я, помните, сколько, целый час посвятил тем, что я подбирал примеры, никаких дикарей не получается, всё, уже испорчены культурностью, так, обратно дикарями, это специальную работу надо делать, это вырастить с косточек роскошных, и получатся частично такие же, часть будет такие же, крупная, часть средняя, и, может быть, из десятка, один-два ближе к дикарям, и теперь вы берёте, выращиваете снова, дождались вырожая, опять косточки посадили, но ведь мы будем выбирать-то косточки из лучших, там, где уже, допустим, не 100 грамм плод, а 80, и опять мы ждём, а он 80 посадил, а он вместо того, чтобы 20 плод получил, а он опять 100, а что нет, а Мендели уже забыли, а? В Кемерязевке, вы же изучали Мендели, и так, это так же, как где-то это самое, прапрабабушка с легром провела время, а прошло пять поколений, у неё уже с тех пор у прапрабабушки около сотни внуков, и только один чёрный, это я про Мендели, поняли, да? Люблю поговорить, это всё интересно жить, когда это самое, дохватался тут, конечно, металлург, что ж мне взять? А, я металлург, что ж мне взять, так что, что хочу, то буду говорить. Итак, даже Мендели вспомнили, и получается так, гарантию не даю, но из десятка всё равно один, два, три будут роскошнейшие. Ну, подошёл однолетний, с них надо срезать ветку, срезать почти всю, чтобы использовать как привой, перенести на манджерцы, оставляем, помните, я говорил, 5-6 и больше, это чтобы он всё-таки продолжал расти. У меня же растут эти академики, ничего, за зиму ни одна ветка не подборзла, а они где-то, ну, небольшая, на сантиметр по 80, снегу столько не было у меня. И уже глядя на них, уже вижу, вот это по-культурнее, вот это листик вот такой, это пошёл папу, манджурца, в общем, поняли, да? Уже можно чуть-чуть, чуть-чуть селекцией заняться, то есть уже выбирать из лучшего или среднего, но лучше. И какой сад получится? Ну, я догадываюсь, он пустил, когда из этих выросли, я несколько десятков примеров привёл, друзья. А сейчас я говорю, для того оценка, он должен быть уверен, если он не уверен, никогда этой книги не будет, понимаете? А к нему он пишет книгу номер 3, или 4, я уже сбился. И вот получим в среднем плоды 40 грамм. Это когда перенёс, не зная, срезал ветку культурного непривитого одно-двухлетнего сеянца, перенёс на дичок, не зная наперёд, что ж там такое было бы, если бы дождаться урожая. Не зная. И что там вырастет? Один будет 30 грамм. Ну, если с каждого взять повётчики, по черенку, с каждого из десятков, в зашедших непривитых. Один в 40 грамм, 50 грамм, 60 грамм, 70 грамм, 8 грамм. А может 100. А откуда берутся вот эти вот? Помните? Вот думаешь, как? Они на ровном месте. Откуда взялся Антону, как же, 500-600 грамм? Они же вот такая природа. И вот получается так. Мы сразу, тот, кто вот это будет делать, выписал у меня манжур. Почему я всё у них? Да цена одинаковая. Я никогда не продешевливал вот эти манжурцы. Они такую же ценность имеют. Как эти? Это как дом, фундамент. Дом стоит 10 миллионов. Если фундамента не будет, он развалится. Можно считать, что фундамент стоит по это, миллион два или три. Ну, я уже так упрощаю. И вот так и здесь получается. Получится сад, а в нём будет столько чудес, и никогда ни одного дикаря не будет. Нет. Понимаете, так как эти самые процитировали кого-то там сами-то любимым занимаюсь, много можно выводов сделать. И вот, значит, смотрите. А теперь про черенки. Как тут было написано? Выращивание ошибка. Дешевле, легче выращивать по двое, а потом купить черенков. А у кого вы купите черенки? Я уничтожил практически свой сад, признаюсь. Года расцвета позади. Смотрите, официально пишу. У меня хереет сад. А когда-то заготовил черенки мешками. Покупать садоводам черенки у сайтов с нарисованным или украденным фото. Вот смотрите, у меня, допустим, уже, скажем, годом все меньше. Так? А если у сайта нарисованные фотографии, вы у них купите черенки? А если фотографии украденные у того же железа, они вам продадут черенки? И откуда они их возьмут? Не с тех же дикарей? И вот любой человек это самое. Вы помните, как вот человек пишет? Вот здесь, по-моему, где-то было, да? И нож купит, и все, и тренироваться будет на березах. Вот, прививка. В общем, в общем, готов заранее. В общем, поняли, да? Вот. И куда ему еще податься-то этому человеку, если я ему откажу? Мы персиков, уничтожили персиковый сак на две трети. Черенков Сергеем нарезали. А мы ждали 40 градусов, мороз. А ось обойдется. Итак, что он получается, друзья? Значит, если я вам не даю гарантию, что продам херенки, а кто еще вам даст гарантию? Какой дурак будет сад свой калечить? Ну ладно, меня нужда заставила. Ну ладно. Это было грустно. А вот это интересно. Значит, одной из фотографий вы видите, да? Абрикос привит на сливу. Ну это продолжение того же письма, того же разговора. Абрикос привит на сливу. Итак, дальше разговора с автором снимка не было. С хозяином вот этого вот саженца. Осталось недоумение, если он меня, если он меня, если он меня, а, Пабло, если он меня это самое слышит, я надеюсь, слышит, вот. У него с одной стороны получается будущее огромное. Абрикосы на сливе стоит только приучить. Он готов 3-4 поколения выращивать? Я не знаю. А потом, это общая, так сказать, фраза, может дальше будем дружить, посмотрим. Но, что я вижу? А ничего не понимает. Вот это я понимаю так, что вот вижу, что обмотка вот эта. Это значит, что где-то здесь прививка на сливу. Прекрасный саженец. Конечно, он уже продлять рот, отрезал ветку в следующем поколении, отрезал ветку подвое наверняка. Если это сливы корневые отводки, они все родственники. У него получится будущее большое. Почему? Опять же, сливы низкие, то есть не низкие, а неглубокие корни, ближе к этому. Это полстраны можно перевести на абрикосов, мощный стержной корень. Ура! Он засуху выдержит. У него столько плюсов, столько достоинств. А если как того дяди Вани это самое 7 сантиметров до воды? А вот слива бы еще холмик добавим, метр, и слива бы пошла. То есть, то есть, то есть, то есть, то есть, гражданин Пабло Глазвин, будьте добры, берите на себя новое направление во всей науке. Ни один институт, ни один, ни и, ни одна академия, даже не то, чтобы вот это сделать, эту работу для миллионов гектаров, где живут полстраны, начиная от торфа и этого болота. Никто не выполняет, не делает то, почему. Мичурина отменили вместе с его насыщением менторов. Я тут на себя лишнее не беру, это насыщение ментора, это Мичурина. Слава Мичурину, слава Мичурину. Вот сейчас бы эти дамы услышали бы, елки-палки. Боже мой, Мичурина это, называйте, же наукой и эффективной гиблиотизации. Чем, я вообще приказ, чем? Посмотрите, что такое люпин, очень уважаю это растение. Как она на люпине научилась. Вот. доверчивость это самое страшное для учёного. А, Ольга? А, Наталья? Фамилию не называю, как обещал. Итак, я просто не выдержал, но знаете как, вот мои варианты. Сувенир Востока, слева на Манджурце. Вот. Вы знаете, что получается? Мы ещё потом к Кемере вернёмся, мы уже стали, ну, наверное, перешли в другой класс. Это эти девчонки остались подготовившись. Вот. потому что то, чем вы их учили, оно не то, что неправильно. Это пустой звук. Потому что он не даёт развиваться. И вот получается так. У меня интересный случай. Прививка, ну, не мог я, ну, зачем было мне показывать абрикос на сливе? Зачем? Я показываю сливу на абрикосе. Сувенир Востока. Это выросло за один год. А знаете как? Веточка, одна или две почки, всё, прививка растёт месяц, два, три. Листья, эти ветки лезут, 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 лезут. А они же не должны были вылазить. Они должны были только листочки и почка. И на этом всё. А только на другой год должно быть вот это вылезти. А раз она вылезла сразу, а это не имеет права быть, это есть химера. И вы знаете, да, это действительно химера. А кто бы спорил? Редчайший случай, когда припечатали нас с Ладенковым химерами заниматься. Вот он химера. Вот она-то как раз и через год погибла. Вот. И только раз я дождался плодок, совершенно одна неправильная плодительность. Вот. Но это мы проходили. И вот получается, для чего говорю? Мы не какой-то этот металлург, а значит дурак. Ну так я правильно перевёл? Раз металлург, ну не очень. Ну так, пусть не такое бедо, не очень. Вот. Вы когда-нибудь химеры-то глаза-то видели? Вы даже знаете, о чём речь-то идёт. Хотя как раз в том месте, где вы вытрали цитату, чтобы предпечатать Мичурина и скромного продолжателя Железа. Вот. А вот смотрите сюда, девчата, если когда-то вам тот откнёт носом, хоть бы он тот приказал, что ли. Вот. Учиться-то надо в любом возрасте. Вот. Да. Это уже не слива с универвостока. Она уже с каждым поколением, на четвёртом поколении она всё это у меня погибла. Уже полностью сливой стал. Ой, апрекосом почти уже неотличима. Мы проходили. Вот. Ещё пример. Черешья на Вишне-Сибирской штабовой. У меня, к сожалению, это получилось так, что на Новом Русском лоб прошиб. Заказал. Пять ему привил. Специально не выращивал. Пять ему черешни привил. Прекрасные саженцы. Приехал, перевёз. Тут же в хуторе, вот, в конце деревни. Вот. И фамилию скажу, Фауль. И что угодно скажу. Потому что зачем выдумать, когда вот исторический факт. Из пяти черешин три стали вишнями тут же. Спутать невозможно. То есть подвой полностью переломал и сделал вишни мелкой. вот таким листиком. Я вам потом покажу. Ой, у меня тут где-то. ё-моё. Я вам хочу показать. Дело в том, что большинство из вас, включая Техтемирязевых, подчёркиваю, включая Техтемирязевых, они никогда не видели черешни христиан. Смотрите. Это моём саду. Видели? Вот. Это я им тоже. А вдруг увидел случайно. Я к чему говорю? Что если я сказал, что полностью перелили черешня стала вишней, вы можете гол на голове мне тесать, кол на голове тесать у меня железо? Но это исторический факт. Опять клятся запретили? Молча. Вот. Никогда не совру, если вот так сделал. Никогда мне это уже наказывали. И вот что такое поиски продолжаются? Это означает, что груша, которая прививает на ргу, на боярышник, на черноплодку, чёрт и на что, покажите взрослое дерево. Нет? Не моросьте голову. Это ваши коллеги темряжики. Вот. Раз. Покажите мне абрикосы на мойлочной вишне. Один раз видел. И уверен, что она давно мертва. Вот. Взрослое дерево покажите. Покажите мне самое страшное на песчаной вишне. Помните, показывал пару метровых кустарников? Вот. Абрикос, который достигает третьего этажа и выше. Ни одного до сих пор. И тот, кто сотни тысяч продал за 10-20-30 лет крупнейший в России питомник, называя их полуэти самые. Вот. Почему я опять на этом зациклился? Да потому, что когда-то надо это все останавливать. А вдруг где-то чей-то нучатый племянник скажет своему деду или который замминистра или кто-то хоть близко имеет отношение. Мы тут простые люди, допустим, из наших пекарем работать. живем своей жизнью. А у вас нового для чего-то нужна? Наверите там порядок. Кто-то возьмет? Да, правда? Я уже не знаю, как к ним подступиться. Вот это вот сувенир Востока двухлетка. Нет, на двухлетний подвой на слева привита. Почему сейчас приветы, к чему я сейчас говорю? Это ниже будет. Так? Вот. Ну, рядом персик прошу не путать. Он пониже росточком. А слева сегодня ростока она сама почти мощная. Сколько? Я почти весь сад загубил из-за черенку. А у все вот это однолетка. Какая однолетка? Четыре месяца ей. Это мой помощником целый год работал товарищ. росток росток